Для обеспечения процесса операции и лечения на сегодня, на сейчас нами предприняты. Нам многие звонят, даже из других городов, предлагают помощь. Большое спасибо. Если такое понадобится, мы об этом сообщим дополнительно. С чем вы связываете нападение? Делали ли он какие-то заявления, были ли угрозы? Дело в том, что Олег постоянно делал какие-то заявления. Эти заявления были направлены против действующей городской власти в лице мэра Геннадия Труханова. Его заявления были направлены против руководства Главного управления национальной полиции в Одесской области, конкретно против Дмитрия Головина и областного прокурора Олега Жученко. Буквально позавчера Олег в числе других активистов принимал участие в пресс-конференции, целью которой было инициирование отставки генерала Головина и Олега Жученко, как я уже сказал, областного прокурора города. Его, более того, он постоянно находился в самом центре событий, постоянно высказывал свою гражданскую позицию. И я на 100% уверен, что сегодня, то, что произошло сегодня, это покушение на Олега Михайлика связано с его общественной и политической деятельностью. Я уверен, что нато был склонен возле его дома. Да, покушение было совершено возле его дома. У него была встреча пока с неустановленным лицом. Он позвонил жене, сказал, что вот у него встреча, чтобы она не волновалась. И буквально через 7 минут ей позвонили соседи, сказали, что Олег лежит во дворе, ему плохо. А когда спустились вниз, он был без сознания, тогда уже вызвали полицию, вызвали скорую. И скорая привезла его в еврейскую больницу. А чи было очутно какие-то пострели? Может, есть какие-то свидетели, что его еще не понимали? Соседи пострел, ну, выстрелов не слышали. Сейчас там работает группа, как мне сказали, они ищут гильзу, ну, там, следы крови, то есть где это произошло. Вы будете что-то там? Да, мы перебишем. Как вас зовут, скажите? Меня зовут Игорь Бычков, я возглавляю Одесскую областную организацию. А вы вместе с Олегом были в этот момент? Нет, в этот момент, естественно, я не был с ним. Я был дома. Олег был дома у себя. Он вышел, чтобы поставить машину на стоянку. Ладно, давайте запишем о том, что вы знаете. Еще раз можно, пожалуйста, рассказать, где вы были, откуда вы были. Ну, ясно. Кристина, можно буквально минут-двеси? Сейчас, подождите, коллег подождать надо. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Да. Готовы? Да. Откуда вы узнали о состоянии Олега и где вы находите? Меня зовут Игорь Бычков, я коллега Олега. Олега, мы занимаемся вместе с ним общественной и политической деятельностью. Мне позвонил наш общий товарищ, который сказал, что в Олега стреляли, он попал в больницу. Тот узнал от жены. От жены Олега, которая приехала потом вместе с ними сюда в больницу. Как вы думаете, кто это мог быть? Я практически не сомневаюсь. Я могу назвать трех, три фамилии, ответственных за сегодняшнее преступление. Это мэр города Одессы Геннадий Труханов. И это представители правоохранительных органов у нас в городе. Генерал Дмитрий Головин, начальник главного управления национальной полиции в Одесской области. И областной прокурор Олег Жученко. То есть вы имеете в виду, что по заказу этих людей были в Гастроле? Что касается Головина и Жученко, я считаю, что они исполнители. И на их совести лежит разгул преступности в нашем городе. Постоянное нападение на активистов, которые мы с вами видим. То есть это либо попустительство, либо прямое соучастие. Виновником сегодняшнего преступления я называю мэра города Труханова. Можете на беззвучный поставить? Мы продолжим сейчас. Просто опять вам будут звонить, и будет прерываться ваш аналог. Я поставлю на беззвучный режим. Скажите, ранее Олег, может быть, рассказывал? Может, кто-то преследовал или писал страну? Я знаю, что на Олега уже в свое время совершалось покушение за его активную общественную позицию, деятельность. Я знаю, что Олег в последнее время, наверное, не всегда, и охраны у него не было, но он ходил с оружием. Поскольку предполагал, что на него покушение возможно. Именно из-за его деятельности? Да, безусловно. Что сейчас снимок? Что вы знаете о его состоянии? Я знаю, что это огнестрельное ранение. Пуля, у него большая кровопотеря, у него литр крови где-то там, ну, вылился во внутренние органы. Пуля пробила руку и, ну, прошла в грудную клетку. Сердце не задето, но он находится в тяжелом состоянии. Был один выстрел? Во всяком случае, ранение огня. Ему уже сделали операцию? Нет, операцию ему еще не сделали. Он был вначале в операционной. Сейчас, насколько мне известно, его повезли на рентген для того, чтобы определить, ну, именно где там находится поле, после чего ему будет сделана операция. Он в сознании сейчас? Нет. Он в очень тяжелом состоянии. Скажите, вы общались или с православительными сегодня после этого? Я разговаривал с полицией, которая приехала сюда, в больницу. Ну, на самом деле, что они собирают только показания, задают вопросы. Понятно, что никаких ответов они не дают. Спасибо. Если вы еще не в курсе, то было скояно. Замаг на активиста, на патріота, на Олега Михайлика в Одессе. Это сталося приблизно 21.30. Тобто, ну, фактично, півтори години тому. В дворі його будинка в него стреляли, скорее всего, с огнепальною оружие. Поки что неведомо, чи есть святки, чи чу, кто-то, чи бачил момент нападу. Олег сейчас находится в еврейской лекарне в городе Одесса. И стан его оценивают как очень-очень важный. Он втратил очень много крови. Будем надеяться, что эта история завершится хорошо для Олега. И уже совсем скоро мы сможем с ним поспілкуваться. А пока что я хотел бы напомнить, что с начала этого года по Украине, в частности, в Певденном и Схидном регионе, было скояно больше 40 нападов на представителей гражданского общества. И установлено по этим нападам 0 замовников. В окремих випадках затримано тільки виконавців, не затримано фактично співучасників. И никто не пытается встановить и затримать замовников этих нападов. Все активисты, на которых вчинялись напады, их объединяет то, что они выступали против местной влады и очень часто против местных правоохранителей. Олег Михайлик брав участь в многих протестных акциях против Геннадия Труханова и против очильника Одесской полиции Дмитра Головина, который является непосредственно ответственным за ту кримінгенную ситуацию, которая сейчас в регионе. За те напады, которые совершают на гражданских граждан, и за которые никого вообще не карают. Ну, как-то так. Виходит, что в Украине можно вольно замовить вбивство другого человека, и тебе за это ничего не будет, если ты имеешь полицейские погони або высокий владный кабинет. Продолжение следует... 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 в дворі будинку, где он мешкает. То мы имеем ситуацию, фактически, когда все правоохранные структури, которые должны были расследовать резонансные злочины, зокрема замовные злочины, встанавливать и затримывать причетных до этого осіб, они не просто бездіють, а очень часто и покрывают злочинцев. Как подписываете? Железнист. Был на роторе? Звідки вы узнали, что мне позвонил Леша Соуленко, он хотел узнать вообще информацию, правда это или нет, и я уже связалась непосредственно, позвонила Олегу на телефон, и Наташа, жена Олега, сообщила о том, что да, действительно, это правда, что огнестрел был около 10 часов вечера возле дома. Все, что я знаю, я не знаю ни о количестве нападавших, ни о чем, я знаю, что Олег ставил машину и связывался с женой в этот момент, и там буквально через 7 минут соседи позвонили, сообщили о том, что он не все знал. А какие-то вот были неожиданные заявления, угрозы, ничего об этом не знают? Почему? Ну, я знаю, что был у Олега конфликт по офису, о том, что их выгоняли, я знаю о том, что были буквально недавно там заявления по поводу отставки правоохранительных органов в Одесской области, с чем связано, связано ли это с политической деятельностью или с коммерческой, я не могу говорить, ну, потому что я просто не допускаю того, что Олег самый, наверное, один из добрых активистов, чтобы на него могли напасть с какими-то очень такими укоростными целями. Что говорят врачи? Как оценивают ситуацию? Ну, вот, то, что мне известно, да, и то, что мы держим связь о том, что его врачи пытаются, что сердце не задето, что действительно огнестрелы, ну, пуля застряла в грудной клетке, о том, что ищут ракального хирурга и большая кровопотеря для того, чтобы начать операцию, о том, что его повезено рентген, для того, чтобы понимать, насколько она сложная. Хорошо, спасибо большое. Достаёмся. Я не думаю, что это что-то новое тебе спринало. как бы сарапида разы.